Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, на самом деле, конечно же, анатомия и физиология малого таза изучались давно, и не Патрик Уолш положил истоки разработки этой темы, но его работа 1984 года, которая упоминалась в речи Александра Стантиновича, безусловно, дала важный толчок не только в осознании функциональных, но и онкологических результатов, и при этом структуры тазового дна, структуры основы работы гладкой мускулатуры, поперечно-полосатой мускулатуры и прочих моментов сосудистонервной бучки, все это, конечно же, было исследовано досконально, и впоследствии были развиты следующие моменты, это мышечные структуры кровоснабжения, иннервация и особенности строения в ходе выполнения каждой операции, они, конечно, должны учитываться. В частности, эта команда впоследствии изучила такие моменты, как сосудисто-нервное и мышечное строение, которое мы должны принимать во внимание в ходе выполнения этой операции и для улучшения наших функциональных результатов. В частности, координация автономной и соматической иннервации, поперечно-полосатый сфинктер, пубопромежностная порция мускуля-слеватор ани, которую мы стремимся в последнее время восстановить в тренде улучшения наших функциональных результатов, в последнее время также обращается внимание на роль слизистой оболочки, слизистой уретры для улучшения функциональных результатов, гладкой мускулатуры, шейки мочевого пузыря, кровеносные сосуды. Все это мы будем обсуждать в ходе этого доклада для того, чтобы понять, нужно ли нам, и что именно нужно из этого сохранять для того, чтобы улучшить результаты нашего лечения. Итак, начнем с первого пункта – координация нервной системы, соматической автономной иннервации. Здесь представлена на довольно ранней работе, посвященной изучению иннервации тазового дна, представлена иннервация тазового дна, и красным кружком выделена зона, в которой мы работаем при выполнении тазовой лимфоденоктомии. То есть, грубо говоря, выполняя прецакральную лимфодисекцию, расширенную тазовую лимфоденоктомию, мы удаляем те нервы, которые участвуют в функционировании мочевого пузыря, функционировании органов, которые участвуют в удержании мочи, которые работают для того, чтобы мы благоприятно выполняли свою операцию. Расширение объема тазовой лимфоденоктомии негативно влияет на ракетильную функцию удержания мочи. Впервые это было показано в функциональных результатах, посвященных сравнению расширенной тазовой лимфоденоктомии и стандартной тазовой лимфоденоктомии. И сегодня, я думаю, что для хирургов, работающих в этой зоне, это не является сомнением. Гладкая мускулатура уретры, мочевого пузыря, так называемый лизисфинктер, тоже, безусловно, играет роль в этой проблеме. И то, что эмбриологическое происхождение мочевого пузыря и уретры имеет разные источники, это было показано еще до работ Патрика Уолша, и, несмотря на продолжающиеся в уретру мышцы детрузера, они имеют разную диссинергию в плане своей работы, не вплетаясь в капсулу простаты мышцы гладкого сфинктера, при этом не имеют распространения на волокна, например, в работах у женщин. И Кристофер Чеппл в конце 80-х годов пришел к выводу о том, что сохранение шейки мочевого пузыря не является принципиальным моментом для удержания мочи. То, что мы стремимся сохранить шейку мочевого пузыря, не имеет под собой функционального обоснования, и, безусловно, это важно для сохранения анатомической целости нижних мочевых путей, но при этом нет убедительной доказательности в том, что восстановление шейки мочевого пузыря работает в плане удержания мочи с точки зрения физиологии работы мочевого пузыря. Если говорить о поперечной полосатой мускулатуре, то прежде всего нужно иметь в виду о том, что уретра также должна участвовать в удержании мочи, и в разговоре о том, сколько уретры нужно сохранить для удержания мочи, мы говорим о комплексе структур, не только о длине уретры, но о том, что пубоперинеальная мышца или леватор уретры, он же леватор простаты, это целый комплекс, представляющий собой переднюю часть мускуле и леватор ани. Он начинается от лонной кости, он направляется латерально к простату уретральному соединению, прикрепляясь к промежности, и это волокна быстрого сокращения, которые тянут уретру вперед, произвольно прерываемость спускания. В то же время есть отдельная структура, это наружный уретральный сфинктер, который независим от мускулатуры тазового дна, который представляет собой поперечно-полосатый, медленно сокращающийся слой мышц, имеющий подковообразное строение с дорзальным фиброзным швом. Внутренний слой, гладкая мускулатура, его представлена и окружена слизистой уретрой. Ректоуретральная мышца соединяется с уретральным сфинктером и не контрактирует с уретрой. Это все моменты, которые мы, безусловно, не видим при выполнении простатоктомии, при выполнении хирургического вмешательства, но они важны, потому что впоследствии эти структуры будут участвовать в улучшении мочеспускания. Вот так это все выглядит на поперечном срезе. И это то, что мы потом увидели при анатомическом изучении тазового дна. Раблосфинктер, циркулярные гладкомышечные волокна, продольные гладкомышечные волокна. Собственно, все эти структуры мы и стремимся сохранять, может быть, даже иногда не зная о их существовании. Но если вернуться к вопросу о длине уретры, то есть работы, которые показывают то, что как можно больше оставления уретры, а, соответственно, и оставление сфинктера, оставление после выполнения простатоктомии поперечно-полосатой мускулатуры влияет на качество удержания мочи. В работе начала 2000-х годов было показано, что как минимум 1 см урета необходим для того, чтобы мы качественно выполнили операцию и привели пациента к тому, что он будет адекватно удерживать мочу после операции. Но в то же время жизнь нам дает иногда достаточно сложные случаи, в частности, особенности строения апекса, как приведено в этой работе клиники МИО, иногда бывает сложно представить и воспроизвести в нашей реальной повседневной практике для того, чтобы сохранить сфинктер, для того, чтобы сохранить пациенту адекватное удержание мочи. Но, как я уже упоминал, гладкая мускулатура и поперечно-полосатая мускулатура не всегда связаны с протяженностью урета и функционирование мышц тазового дна может представлять собой сложный комплекс функциональных особенностей, в том числе и помимо сфинктера, наружного сфинктера, рабдосфинктера, сфинктера урета. Это то, что мы воспроизводим, в частности, например, в такой технологии, как визико-уретеральная реконструкция с использованием мускулы элеватора АНИ. То есть, по сути, восстановление структуры тазового дна в той ситуации, как это было бы без выполнения простатоктомии. И это восстановление доказано привело в работе американских авторов к удержанию мочи по сравнению с только восстановлением ретропростатических структур, при этом приведя к более качественному удержанию мочи без улучшения эректильной функции. Следующая структура, которая может участвовать в анатомических и функциональных результатах после выполнения простатоктомии, это слизистая оболочка. В этой работе было показано, что слизистая оболочка уретры в силу ее функциональных, анатомических и прочих особенностей может приводить к лучшим функциональным результатам в плане удержания мочи и благоприятно влиять на результаты нашего лечения. Кровеносные сосуды, безусловно, влияют на эректильную функцию и мы все это прекрасно знаем, что сохранение сосудов, кровоснабжающих кавернозные тела, влияет на качество эрекции у пациентов после выполнения радикальной простатоктомии. В то же время, когда мы выполняем тазовую лимфоденоктомию, мы априори пересекаем сосудистонервные пучки, пересекая ветви внутренней пудентальной артерии и эти сосуды уже не будут участвовать в кровоснабжении полового члена при том, что иногда бывают анатомические особенности этой пудентальной артерии, как то аберрантная латеральная супраэлеваторная пудентальная артерия, добавочная латеральная пудентальная артерия, добавочная пудентальная артерия из наружной воздушной артерии. Все эти сосуды могут встречаться в ходе операций. Когда мы делаем тазовую лимфоденоктомию и видим, что что-то где-то там подкравливает, мы фактически нарушаем кровоснабжение структур тазового дна, нарушая функцию, нарушая физиологию работы полового члена, нарушая физиологию кровоснабжения тазового дна, мы, выполняя качественную операцию, безусловно, по показаниям, но говоря о том, что мы пациенту сделаем нервосбережение, мы уже на этом этапе нарушаем наши обязательства, нарушаем то, что мы будем сохранять сосуды и нервы, при том, что в последующем, выполняя простатоктомию, мы, безусловно, сделаем это. Но вот те работы Волша, на которых я изначально остановился, в первых слайдах, они привели к развитию этой темы, сохранение сосудистонервных пучков, фасции таза, они, конечно же, важны, но при этом, выполняя, к примеру, тазовую лимфоденоктомию, мы, конечно же, не знаем о том, что в итоге мы сохраним. И простатическая артерия, которая берет свои истоки из внутренней подвздошной артерии, она не всегда сохраняется, даже тогда, когда мы пытаемся ее сохранить. Об этом важно поминать. Собственно, и делая выводы о анатомии тазового дна, необходимо помнить, что при выполнении лимфоденоктомии мы априори повреждаем сосудистонервные сплетения на более высоком уровне, о том, что у нас нет какой-то анатомической единой структуры, которая влияла бы на удержание мочи, которая влияла бы на функциональные результаты, но каждый из нас имеет собственный опыт, выполняя простатоктомию, мы к чему-то приходим, кто-то ссылается на то, что необходимо сохранять шейку мочевого пузыря, кто-то приходит к собственному выводу о том, что нужно удерживать, пытаться максимально сохранить длину уретры, кто-то сопоставляет прецизионно слизистую уретры. Собственно, основной посыл этой презентации – это к тому, чтобы мы развивались, к тому, чтобы мы совершенствовали свою хирургическую технику и пришли к тому, что идеально пациенты будут восстанавливать функциональные результаты, будут удерживать мочу, удерживать эрекцию. Спасибо. У меня вопрос. В принципе, можно по данному МРТ, сделав МРТ и замерив длину уретры гранозной, сказать, что больной будет держать или не будет держать мочу? Сергей Борисович, конечно же, это нельзя сделать, но вот, честно говоря, вот… Можно перещелкивать слайды? Вот этот вот снимок, он, конечно же, привел меня в ужас, потому что, выполняя простатоктомию, мы не всегда смотрим на то, что у нас имеется за… То есть это вариации формы простатовой? Да, в клинике МИО и в предыдущих и последующих работах прекрасно были представлены… Вот у каждого четвертого пациента имеется за апексом продолжающийся сфинктер, и выполняя простатоктомию, мы не всегда думаем об этом, всегда стараясь полноценно удалить ткань пристательной железы, при этом не всегда точно представляя, что находится за этой пристательной железой. Может быть, сфинктер продолжается или он закончился. И вот выполнение вот этой магниторезонансной томографии, оно нам, конечно же, иногда позволяет предположить строение сфинктера. То есть мы всегда смотрим на простату, как на орган, который содержит опухоль, которая может распространяться за пределы пристательной железы. Но в том числе нам нужно учитывать анатомическое строение и смотреть на сфинктер, предполагая, как мы будем выполнять эту операцию. Конечно же, нам нужно знать о строении наружного сфинктера и читать. То есть нужно смотреть по ОРТ. Безусловно. То есть мы должны просить специалиста, что на нее заберели длину уретры и давали конфигурацию простаты. Да. Понятно. И еще один вопрос. Слизистая оболочка, вот вы говорите, что она влияет. Это как нам поступать, тогда оперировать? Выходит, все наши операции открытые, лапароскопические, они малоэффективны, потому что только с помощью робота можно пришлить, по-моему, слизистую, отдельный шов. Ну, Сергей Борисович, роль восстановления слизистой оболочки прецизионно, она не доказана. Не было, конечно, и, наверное, не может быть таких исследований, которые будут сравнивать отдельное восстановление слизистой оболочки и целый эндлок восстановления стенки уретры. Но работы, посвященные функциональным результатам восстановления мочи, они показывают, что восстановление слизистой оболочки неблагоприятно влияет на так называемое восстановление стенки, восстановление структуры мочевых путей в несколько этапов, да, трех-четырехслойное, да, якобы оно влияет на более лучшие функциональные результаты. Ну, это, наверное, только индивидуальное мнение. У нас эксперт по роботам, пожалуйста, Виктор Ильич Ильич. Ну, слушайте, ну, я на самом деле вмешаюсь в дискуссию не потому, что там, кстати, эксперт по роботам, боже упаси, я просто хочу обратить ваше внимание, что та работа, на которую вы сослались, это работа Петра Редера, который не является специалистом в реконструктивных техниках, а является специалистом в области восстановления удержания мочи после радикальных простаток. Томи, в частности, один из соавторов, из небезызвестного Слинга, да, поэтому вот ссылка на эту работу, она как бы, безусловно, целесообразна. Там наверняка есть упоминание о том, что существует много механизмов удержания мочи, но, наверное, сегментарный вклад каждого из этих механизмов, он совершенно различный. И, наверное, опять же, перечисляя их с первого, там, по, например, по дюжинной, можно об этом говорить, но понимая, что вклад, вклад, так скажем, в сопоставление слизистой, он крайне невелик, да, наверное, он есть, потому что любая техника, которая стремится к изящной анатомичности, она имеет под собой в последующем благополучные функциональные результаты, как в сфере удержания мочи, так и в отношении, например, восстановления сексуальной функции, вот, поэтому вот, наверное, так. То, что касается принципиальных моментов, работа 2004 года, которая в Journal of Virology была опубликована именно на МИИО по этому поводу, я думаю, что это самая фундаментальная работа в смысле того, в смысле понимания, как надо оперировать, как надо учитывать. Я даже не уверен, что любая МРТ, будь то полутора или трехтестловая, любые мультифераметрические варианты, они на самом деле способны нам показать следующее, что функциональная длина уретры значима, да, но едва ли это имеет резонное, предоперационное, нам как-то следовать этой технике. Мы изначале априори должны знать, что функциональная длина уретры значима. Как-то координировать наши действия, исходя из нынешней, так скажем, МРТ-картины, ну, это крайне сложно. Поэтому, если бы спросили меня, насколько МРТ важно предоперационно, я бы сказал, что оно важно, но с точки зрения, кстати, восстановления удержания мочи, тогда, исходя из вашей логики, надо всем делать МРТ, а в этом нет нужды, на мой взгляд, да, это все-таки нужно делать скорее по онкологическим обстоятельствам. Первое – это взаимоотношение опухоли и сфинктера, и второе – это взаимоотношение опухоли и сосудистых нервных пучков. Это меняет вашу технику, а не изначальное рассмотрение сфинктера как такового. Ну, это моя точка зрения, персональная. Спасибо. Спасибо. Евгений Валерьевич, а скажите, а вы на этапе предоперационного обследования на какие моменты, на МРТ или не на МРТ, обращаете внимание, планируя операцию пациентов? Вы знаете, у меня будет выступление, оно там, я думаю, что я попытаюсь расставить точки над «и», начать с вопросов, по крайней мере, ответить. Ну, они у нас пересекаются, непременно, и слава богу, это повод для дискуссии. Нет, это еще вопрос. Может быть, даже к вам обоим. Ну, вот, читая, говоря об анатомии, мы встречаем, вот, и в частности, то, что вы говорили, фасцидон-вилье, ректор-уртральная мышца, затем, значит, рафа, медиана. Вы все структуры видите во время операции, Сергей Анатольевич? Сергей Анатольевич. Конечно, нет, Сергей Анатольевич. Ну, иногда мы интуитивно подозреваем, что где-то вот вот здесь что-то должно быть, поэтому здесь лучше не трогать, не пересекать там, и тогда все будет хорошо, тогда пациент будет удерживать мочу. По крайней мере, при лапароскопической вмешательстве, я не знаю, может, Евгений Анатольевич на роботе видит больше? Что называется, всегда существуют настенные таблицы, они всегда хороши, понятны. Что касается открытой техники, ну, там, в принципе, ну, вот, в общем, как мне кажется, Сергей Анатольевич, мы достаточно бескровно оперируем. И даже это обстоятельство не позволяет наличие лупы, сухое операционное поле в полной мере разглядеть. Нет. Да, робот позволяет разглядеть. Много, гораздо больше, чем глазом. Но позволяет ли он идти между листками простатической фасции? Да, позволяет. Но ты при этом из этих листков мигрируешь, то между ними, то опять проваливаясь, да, и поэтому, собственно, появляется такая вещь, когда ты излагаешь там принципы интерфасциальные, интерфасциальные. Ты понимаешь, что на самом деле пройти этот путь, не тронув ничего, не провалишься ни в одной из фасций, от апекса до базиса, это достаточно сложно. Поэтому многие вещи, конечно же, носят такой характер схем и не всегда невыполнимы, безусловно. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.